Работа с текстом Проповедовать ты должен серьезно заниматься с текстом. Ты не можешь игнорировать то, что хотел сказать автор, что он изложил уже в Библии. Иначе ты будешь проповедовать свое слово, а не слово Божие. А в лучшем случае ты не сможешь извлечь всего богатства текста из проповеди. Чем больше ты работаешь над текстом, тем больше богатства ты сможешь извлечь из него. Не знаю, встречали ли вы вот такую картинку, хочу вам показать, задать вопрос. Вот сколько вот в этом рисунке, на этом рисунке квадратиков? 20. Так, 16. Вникаем, еще думаем. 16, 17. Так. Еще больше. И еще 4. Кто больше? И еще плюс 4. 21. А еще 4. 21. И еще один. 25. 22, да. Ну уже дальше пошло, видно, что. А еще вот так. 2, 27. И так 2, 29. Да. Видите, когда сразу посмотришь на него, 16, первый такой взгляд. 4 на 4, 16. Поспешный. Когда начинаешь думать, появляются мысли. Еще, 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 еще. Ну, давайте посмотрим на самом деле. Иногда даже студенты заходят до того, что говорят больше, чем есть. Уже начинают так вдохновляться, что. Не будем говорить больше. Сколько? Первое. Вот 16, да? Вы правы. Потом. Большой. 17. 18. Это тоже квадратики. Потом вот эти 19, 20. Вот такие вот квадратики. Вот этого типа, да? Видите, да? Потом вот эти квадратики. 23, 24, 25, 26. Потом 27, 28, 29, 30. Вот. Ясно. То есть здесь, ну, не знаю, может быть, еще больше можно было бы найти, если вы так поискали глубже. Но 30 квадратиков точно есть. И я это использую как иллюстрации для текста. Когда мы читаем текст, ну, вот просто прочитаем впервые, мы можем не заметить всего, что содержится в тексте. Мы так посмотрим мельком. Посмотрели, а, все, текст прочитали. А на самом деле в тексте столько благословений, столько разных мыслей. Вот. И надо углубляться в текст. И когда мы начинаем углубляться, когда мы начинаем разбирать, когда мы начинаем разбирать каждое слово. Блаженные. Это такое богатое слово. Нищие. А что такое нищие? Почему они бедные? Чем они отличаются от бедных нищих? Духом. Не просто нищие, а нищие духом. Что значит быть нищим духом? Ибо. Тоже большое слово. Очень много значит оно в Библии. Особенно в посланиях. Ибо, ибо. Итак, или ибо, очень часто используют. Показывает результат. Что будет, какие будут результаты. Они утешатся. Интересно. Вывод утешатся. А кто их утешит? А потом мы еще копнем в греческий. Скажем, о, там написано в медиальном залоге. Там на самом деле буквально означает, они будут утешены. А кто же их утешит, если они будут утешены? И вот каждое слово. Богатство, богатство, богатство. И вот чем больше мы работаем над текстом, тогда мы больше и больше постигаем. Проповедь должна иметь своим единственным источником священного писания. Проповедь извлекается из текста посредством тщательного экзогетического исследования. Процесс подготовки верно интерпретирует писание. Проповедь ясно объясняет. Первоначальное определенное богом значение писания проповедь применяет значение писания к практической жизни сегодня. То есть проповедь хороша настолько, насколько хорош анализ проповеди, разбор текста. Чем глубже анализ, тем лучше будет проповедь. Чем больше мы поработаем с текстом. Вообще это целая отдельная наука. Кто из вас проходил уже такой раздел, как герменевтика или курсы такие? Проходили, братья, да? Вы знаете уже в чем дело, потому что это отдельная сфера. Есть очень хорошие книги. Вы, наверное, читали книги такие, как... Как читать Библию и видеть всю ее ценность. Читаю. Да? Помните эту книгу. Потом есть Верклер, герменевтика. И некоторые другие книги по разбору Библии. Очень, очень хорошие и полезные книги. Прежде чем работать над проповедью, надо поработать с текстом. Прежде чем мы станем излагать проповедь, надо над текстом поработать. Я хочу сегодня только кратко пройтись, такой краткий, скажем так, часовой курс герменевтики напомнить вам об основных моментах, тем, кто будет нас слушать, об основных моментах разбора перед тем, как мы начинаем работу с текстом. Вы помните вот эти моменты. Историко-культурный анализ текста. Лексический. Лексический анализ текста. Даже я сейчас здесь их изложу. И так кратненько напомню, вы мне напомните, мы пройдем вместе с вами. Ну, первое, это историко-культурный анализ текста. Первое, что мы делаем, мы исследуем в контексте. Историко-культурный контекст. Стараемся найти ответ на вопрос, что значил текст для автора и для его аудитории. Что это значило? Как это? Потому что Слово Божие передавалось в истории, оно может быть понятно в свете истории только. И невозможно иначе понять его, пока мы не исследуем исторический фон. Вот, то есть, мы исследуем историю, географию, скажем, Иисусу надлежало пройти через Самарию. Почему? Мы сразу достаем карту, смотрим, как Иисус мог идти. Вообще, каким образом можно было пройти из Иудеи в Галилею? Или, почему Данил стал третьим по царе, а не вторым? Мы изучаем политический контекст. Или, почему не нужно и нельзя варить козленка в молоке матери? Мы смотрим, что это значило в хананейской религии, почему были эти запреты. Почему люди раздирали одежду, что это значило и посыпали пеплом голову? Почему в книге Руфь родственник должен был передать сапог? Что это означало? Это означало, что он передает право хождения по земле. Сапог это право ходить. Мы изучаем этот контекст для того, чтобы лучше понять, что происходит. Мы изучаем исторический контекст. Например, когда мы читаем «Год смерти цара Озии». Исаии, 6 глава. Помните, с чего мы начнем? Мы сразу же книгу царств. Сразу перелистаем книгу царств. А что такое царь Озия вообще? А что случилось? Если он умер, что это было? И мы сразу выясняем. И у нас совсем другое богатство, проповеди. Мы мысли находим сразу. Или книга откровения. Мы читаем «Вавилон, Вавилон». А что такое Вавилон? Вавилон, скорее всего, это ссылки на Рим. Вот такое образное значение. Потому что к тому времени уже Вавилона как такового не было. Это ссылки на ту столицу. И вот мы изучаем в свете откровения, в свете истории. Кто такие Николаиты? А что такое за сборище сатанинское в Смирне? Или престол сатаны в Пергаме? А, мы сразу достаем Баркли. Комментарии и листаем и смотрим. А что там Баркли объясняет об этом? Историко-культурный анализ текста делаем. Исторический анализ. Или Лаодикийская церковь. Ты говоришь, ты не холоден и не горяч. Вот мы сразу изучаем, где была Лаодикийя, где были колоссы, где был Иераполь. Почему там была горячая вода где-то в Иераполе, а в Лаодикийе не холодная и не горячая. Потому что эти источники, пока они доходили до Лаодикие, они остывали, эти горячие иерапольские источники. И вода была такой соленоватой, теплой, неприятной. Хотелось ее выплюнуть просто, как только попробовал. И такие же христиане были. И хочется выплюнуть, образно говоря. И вот это изучение вот этого контекста настолько обогащает нашу проповедь, ну просто не передать, насколько это важно для богатства нашей проповеди. Согласитесь. Вот когда мы просто немножко-немного хотя бы затронем исторический контекст. Или скажем, географический контекст. Вот когда мы изучаем книгу исход. Как можно без географии понять? А когда мы смотрим Египет, Израиль. Так можно было бы за 10 дней дойти. Даже быстрее. 11. Да. 11 дней. В расстоянии 11 дней пути, да, написано во Второзаконии. Шли 40 лет. Они 40 лет шли. Что случилось? Вот и мы смотрим на карту, видим вот это хождение, оброждение вокруг этой горы. Они ходят и ходят. И мы лучше понимаем, изучаем географию. Вот или другие книги. Книга Судии, очень важная география, история. Книги Царств. Да даже Деяния. Скажем, путешествие апостола Павла. Вот, когда смотришь на географию, о, как апостол Павел путешествовал. И без машины, без самолета. Вот. И в воде, и под водой, и от разбойников, где только ни было. Сразу же другая картина вырисовывается. А скажем, знание зоологии. Вот если мы псалмы читаем. Господь пастырь мой. Ну, разве не полезным изучить, было бы изучить вот это пастушество и что такая овца вообще в Израиле, что это значило? Мы читаем. Ты приготовила передо мной трапезу ввиду врагов моих. Ну, сразу такой у нас картина рисуется, как будто бы свадьба и такой хороший стол. Я был в Грузии на свадьбе одной. Там ставили в три этажа блюда. Все носили, носили мало. На те блюда уже ставят новые, на те еще новые. Ну, это свадьба. Люди должны были показать, что они не хуже других. И вот такое чувство, ты приготовил трапезу. А на самом деле это другое. Если прочитать историко-культурный анализ, что значит для овцы трапеза? Пастух прошелся по полю. Он вырвал где-то эти ядовитые растения. Там змеиные норы. Змей надо выгнать. Там коршуны и другие птицы хищные летают. Они хотят маленького ягненка где-то сточить. Надо наблюдать за ними. Там шакалы и гиены и волки где-то по пещерам прячутся. А овца спокойно ест. Вокруг везде ее враги. Со всех сторон враги смотрят. Но пастух то позаботился. Пастух сохранил. Пастух заботится, охраняет от всех хищников, которые вокруг. И совсем другая картина. Когда мы понимаем вот это благословение, которое овца получает. И которое мы получаем от Бога. Трапезу ввиду врагов моих. Поэтому мы изучаем это. Или когда мы изучаем смоковницу. Смоковница завяла. Мы тогда берем и изучаем, что такое смоковница. Что там росло. Как оно все это происходило. Мы изучаем культурный контекст. Как можно проповедовать, не зная культурного контекста. Скажем, как понять. Мы читаем книгу Исход 16 глава 36 стих. Гамор же есть десятая часть Ефы. И всегда, когда я читаю этот текст, я думаю, ну я объяснил. Я не Ефа неизвестна, не Гамор. Гамор же есть десятая часть Ефы. А что такое Ефа? И мы изучаем. Ефа там 22 литра. Гамор там 2, 2, 1, 10. Примерно. Или другие какие-то детали, таланты. Кто сколько кому должен. То есть это очень сложно понять без изучения историко-культурного анализа. Поэтому, ну, просто напоминаем себе. Надо изучать историко-культурный анализ, братья. Вот для этого хорошо читать тот же Барклик, скажем, полезен. Другие какие-то книги. Есть сейчас новая книга. Историко-культурный комментарий на Новый Завет, на Веткий Завет. Такие толстые книги хорошие. Можно их использовать. Энциклопедии. Даже такие энциклопедии Ньюстрома, Никифра, есть такие старые хорошие энциклопедии. Они будут очень гелея, очень полезны для изучения. Очень будут полезными. Поэтому исследуем историко-культурный контекст. Особенно, когда мы изучаем Веткий Завет, некоторые притчи и другое. Конечно, контекстуальный анализ, это второе, это, наверное, еще более важно. Даже если нет никаких справочников, комментариев, мы изучаем контекст. Это очень и очень важно. Скажем, если бы мы читали обычную книгу, вот вы бы взяли любую художественную книгу, прочитали бы в середине две страницы и начали бы толковать. Вы бы истолковали неправильно, если бы вы не знали и начало, и конца. Любую книгу возьмите, светскую, не обязательно Библию. Любую книгу или статью. Возьмите вот мою проповедь, можете взять в середине, вот здесь в книге, найти какой-то отрывок и его раскритиковать. Но надо прочитать, что я говорил до того и после того, чтобы прежде чем критиковать. И это же верно в отношении к Библии. Контекст, связь. Контекст, это связь с текстом. То, что было до текста и то, что было в тексте, после него. И здесь мы разные уровни контекста исследуем. Мы исследуем контекст всей Библии. Скажем, как нам без контекста всей Библии понять книгу Екклесиаста? И человеку одна уши, что и скоту. Что такое? Надо Библию всю читать. Екклесиаст это только часть Библии. Екклесиаст не выражает всей идеи и всех вопросов спасения. Или мы читаем, впрочем спасется через щадородье. И начинаем проповедовать о спасении через деторождение. Чем больше, тем надежнее спасение. Надо читать всю Библию. А через что спасение все-таки? Каким образом получить? Часто мы проповедуем богословие одного стиха. Вырвали какой-то текст и все, начали говорить об этом. А что говорят другие? Особенно в вопросах кальвиниизма, армянианства. Вот один стих кто-то без брания читает, кто-то другой наоборот. А погибли. Читаем всю Библию. И то, и другое мы находим. И мы удивляемся путям Божьим в спасении. Надо читать всю Библию. Потом контекст отдельного автора. Например, контекст апостола Павла. Контекст отдельной книги. Вот взять тоже родословие Христа. Вот вы замечали это и знаете, об этом слышали. Вот у Матфея одно родословие Христа. У Луки начинается с Адама, иначе идет родословие Христа. У Марка нет родословной. А у Иоанна совсем другое. В начале было слово. Почему? Потому что разные цели книг. Матфей говорит о Христе как о царе. Еврейском царе. Поэтому родословное у Матфея начинается откуда? От конца. От конца идет к Давиду, первому царю и к Аврааму, первому еврею. Лука говорит о Христе как о человеке. Поэтому родословная Луки доходит до Адама. Потому что Христос человек. И она там идет через Марию. Там немножко другие имена кое-где. Или Марк говорит о Христе как о слуге. Поэтому нет родословной. А зачем она слуге? Кто такой слуга? Ему не нужна родословная. А Иоанн говорит о Христе как о Боге. Поэтому у Иоанна совсем другая родословная. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Мы изучаем контекст. То, что написано во всей книге. Ну и конечно мы изучаем непосредственный контекст. То, что сказано до того и после того. Вот в книгах. Например, когда особенно послание мы читаем римлянам тоже. Знаете, насколько сложно понять некоторые тексты. Обязательно надо изучать, что было до того сказано, что после того, чтобы понять, что значило слово плоть. Что значили другие слова в разных текстах. Когда мы читаем калифинам. Все мне позволительно. Но надо прочитать, что апостол Павел говорит. Не все полезно. И прочитать, что дальше апостол Павел говорит. Оказывается, и доложертвенные нежелательно. Оказывается, блуд непозволительен. Оказывается, споры тяжелые с бежевыми братьями непозволительны. Так все ли позволительно? Нет, не все. Но надо читать все послание, контекст. Вот и очень важно изучение контекста. Ну и прежде чем мы закончим этот раздел, небольшой лексический анализ текста, несколько слов хочу сказать. Ну это тоже, что вы уже замечали, слова имеют свое значение в контексте часто. Часто слова можно понять только в контексте. Когда мы встречаем люди между собой, говорят, скажем, разные слова даже в контексте, когда мы говорим человеку, ты зеленый, еще зеленый, что это значит? Если вырвать из контекста, можно подумать, что он позеленел, скажем, или от злости позеленел, или он покрасился зеленым, или мы имеем в виду, что он молодой, но надо изучать контекст. Или студент говорит, там друг другу говорит, ты сдал? Сдал. Кого сдал? Кого-то кому-то сдал? Или там сдал деньги, или сдал экзамен? Или квартиру сдал? Или квартиру сдал? Контекст, контекст нужно. Поэтому слова мы поздаем в контексте. Вот здесь очень важен лексический анализ слова. Конечно, хорошо, когда мы еще знаем и греческий немного. Вот Лютер говорил, кстати, о том, что проповедникам неплохо бы знать греческий и еврейский. Вот, например, потому что в Библии, в русской, некоторые греческие слова, одни и те же слова переведены разными русскими. Например, блуд и любодеяние в греческом это одно слово, а нас разными переведены. Или наоборот, разные греческие слова переведены одним. Например, слово совершенное в Библии часто в Новом Завете встречается, а в греческом это разные слова, и в результате иногда могут быть непонимания. Ну, надо изучать в контексте. Впрочем, даже если вы не знаете греческого, еврейского, то если вы знаете контекст, то лучше всего вы слово узнаете в контексте, когда вы разберете, что написано до и после того. Например, в послании Колоссиным есть интересный отрывок. Вторая глава, вторая, третья, там слово мертвый упоминается четыре где-то раза в разных значениях. Первое, мертвый до того, как мы пришли к Богу. Второе, когда мы пришли к Богу, мы умерли для греха, мы мертвые, но уже для греха. Потом дальше апостол Павел говорит, вы ежедневно, я умираю, умирать надо. То есть мертвый еще и умирает. И вот это интересно, очень интересно изучать слова. Слово означает разное, имеет разное значение в продолжении контекста, в исследовании контекста. Вот поэтому мы обращаем внимание на лексический анализ текста. Очень важно. И вот много проблем было из того, что студенты пренебрегали изучением лексического анализа текста. Вот будем заниматься анализом. Ну и позже мы скажем еще немного об образном языке. Конечно, было бы время, я думаю, вы, наверное, на герменевтике говорили о синтаксическом анализе. Вот как исследовать текст, структура, глагол, подлежащее, сказуемое. Вот это уже тоже надо углубляться, заниматься. Кто является субъектом действия, на кого он воздействует, что кто делает. Структура очень важна. Говорит ли человек о прошлом, о настоящем или о будущем. Там, если написано, исполняйтесь Духом. Что это значит? Это мы исполняемся или кто-то нас исполняет? В каком это времени говорится? В продолженном, это значит постоянный процесс, а не просто исполнитесь. И вот такие детальки, казалось бы, они важны. Не исполнитесь, а исполняйтесь. Делайте это постоянно. Бог вас исполняет Духом Святым. Если смотреть в греческом, это такой медиальный залог. Это значит не просто вы исполняете, кто-то вас исполняет. Ну и так далее. Вот это будет благословение. Продолжительное действие, да. Вот помните историко-культурный анализ текста. Исторический, географический, культурный контекст, контекстуальный, лексический. Я здесь не упомянул. Можно говорить еще о структурном анализе текста, синтаксическом. О многом другом. Вы можете это почитать в книгах. Вот еще хотел несколько слов сказать о важности анализа языка текста. Образный язык или литературные жанры. Вы знаете, что в Библии очень часто используются символы разные. Антропоморфизмы, так называемые антропатизмы. И надо изучать Библию таким образом. То есть учитывать эти жанры. Вообще восточные языки, они вообще отличаются такой яркостью, сочностью. Вот скажем, интересное сравнение, если, допустим, наш человек, западный, может сказать другому человеку, ты глупый человек, то восточный человек скажет, ум твой жидок, как молоко, с которого собраны сливки. Это звучит намного красивее. Или наш человек скажет, ты обманываешь. То на востоке человек скажет, в твоих словах две капли правды и поток мутной лжи. Или наш проповедник скажет, я закончил проповедь. То на востоке проповедник сказал бы, кувшин моих мыслей показывает дно. Следующий раз, когда вы будете проповедовать, можете сказать, кувшин моих мыслей показывает дно, аминь. И Библия написана в контексте ближневосточном. Знаете, там такой, она отличается образностью большой. В Библии очень много таких разного рода изобразительных средств. Скажем, средств, основанных на сравнении. Или метафор, таких как, Господь пастырь мой. Господь Бог есть солнце и щит. Или я лоза, а вы ветви. Это же не буквальная лоза, не буквальные ветви. Но что за этим стоит? Мы должны узнавать. Даже сие есть тело мое. Как ее понимать? Какая-то метафора. В Библии очень много других средств изобразительных, таких как, например, гиппокатастасис называется. Сравнение между понятиями. Например, когда нам надо выявить. Например, Давид говорит, псы окружили меня. Что имеется в виду? Собаки, бродящие вокруг Давида? Нет. А кто? Враги. Или выходит лев из своей чащи. Надо понимать, что речь идет о льве или о царе Вавилонском в данном случае. Или кто такие тучные вассанские. Или блаженый человек, который наполнил имя колчан свой. Что это значит? Потом, персонификация, когда миру природы приписываются свойства человека. Например, сетует земля. Или горы и холмы будут прясать. Или когда о Боге говорится в терминах человека или животного. Например, сошел Господь, чтобы посмотреть. Господь говорит, сойдем, чтобы посмотреть. Разве Господу нужно сходить, чтобы смотреть? Но это в человеческих терминах, чтобы нам было понятно. Или Давид молится, восстань, что спишь, Господи? Но Господь же не спит. Но Давид просто выражает свои мысли, что Господь, он молится и не видит ответа, не слышит, что Господь говорит. И надо видеть это. Или когда о Боге говорится, будто у Бога есть уши или крылья, или там зооморфизмы так называемые, когда написано, перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Да, да, да. Или вспомнил часто. Это тоже еврейское такое понятие. Вспомнил не значит забыл. Вспомнил в еврейском значит начал действовать в соответствии с Сим Заветом. Это не противопоставление слову забыл, как у нас. Вот Бог не забывает. Или когда написано забуду грехи твои. Это не значит, что они сотрутся из памяти. Это говорит о Божьем действии. Пословицы в Библии часто встречаются, поговорки, загадки или сравнения, притчи. Где труп, там и орло. Да, да, тоже вот можно много говорить. Или аллегории, басни даже встречаются. Притчи это очень важны в Новом Завете. Притчи это развернутая метафора. И притчи надо толковать как притчи. Вот часто мы не думаем об этом. Например, мы берем притчу о десяти девах и начинаем толковать, что такое масло, пять, пять, что такое крик, что такое в ночи и так далее. А как Христос толкует эту притчу? Вот если мы прочитаем до конца, там написано, потому и вы будьте готовы. Вот в чем суть притчи. Будьте готовы. Эти детали не имеют значения, главное. Это второстепенные детали для полноты картины. Но суть в том, будьте готовы. Или мы берем притчу о малосердном самарянии. Вот некоторые толкователи описывают, кто такой священник, кто такой самарянин, левит, кто такой осел. Он символизирует плоть Христа, как говорил Ореген. Что такое двадинария, обещание Духа Святого и пришествия, как толковали некоторые отцы. Что такое гостиница, что такое елей и так далее. Но не в этом суть. Христос не это хотел сказать. Что хотел сказать Христос этой притчей? Иди, и ты делай тоже. Кто ближний? Ближний тот, кто может помочь. Или ближний тот, кому ты можешь помочь в данное время. И надо понимать, что это притча. И в притче не важны эти детали. Детали имеют как бы второстепенное значение. Важна сама суть идеи. И надо вот ее улавливать. Правильно толковать притчи. В Библии много других фигур речи, таких основанных на замещении, как метонимия. Например, мы тоже используем в нашей речи такие, скажем, выражения. Например, мы говорим, я три тарелки съел. Это не значит, что я поедаю посуду. Но и в Библии используют такие вещи. Начав от Моисея. У них есть Моисеи и пророки. Что такое? Моисей там? У них есть закон Моисея. У них есть писание пророков. И выходили к нему вся страна иудейская. Вся страна как бы. Надо понимать и толковать это соответственно. Гиперболы бывают часто. Или когда целый выражает часть. Или часть целая. Например, священники говорят, весь мир идет за ним. Это не значит, что весь мир. Но это значит, что много людей не успеваем. Настолько много пошло за ним. Ноги их быстро на пролитие крови. Это означает, что вообще весь человек настроен на пролитие. Не только ноги его. Но весь человек настроен на это. И много таких выражений, когда что-то под чем-то маленьким подразумевается, что-то более значительное, важное или большое. Или когда маленькие понятия обозначают все. Когда мы говорим, ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю. Что-то значит. Что Господь знает все. От того момента, как я встал и пошел. И когда я пришел и сел, Господь все знает. Или Господь будет охранять вхождение твое и выхождение твое. Что-то значит. Господь будет охранять тебя, когда ты вне дома. И когда ты вернулся домой, Господь тоже будет охранять тебя. Или такие выражения в Библии есть, как эфемизм. Эфемизм или эфемизм. Это означает буквально благо говорить, смягчение, вот такие красивые, например, в отношении половых отношений часто такое используется, например, познать, и познал там Адам жену свою, или в Новом Завете слово касаться, то хорошо человеку не касаться женщины. Здесь не имеется в виду просто прикоснуться, поприветствовать сестру, но имеется в виду больше вообще жить с ней. Вот, кстати, мы в своей тоже речи часто используем такие выражения, такие смягчающие, например, говорят о человеке, он гулял с ней, или он гуляет, это не означает, что он просто играется с детьми на площадке где-то, в песочнице, это означает, что он прелюбодействует часто, а говорится мягко. Вот в Библии есть такие выражения, которые смягчают. В Библии очень много символов, например, рог, символ, или какие-то цифры, например, число 7. Иногда даже, честно говоря, трудно понять, где на самом деле 7, а где совершенство. 12 число, там 12 престолов, или 24 старца, и так далее, 4, 40, и многое другое, и действительно не всегда мы можем даже понять. Вот в Библии используется много таких образов поэзии, очень интересных, параллелизм, когда мы читаем, там, блаженный муж, который не ходит на свет, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разводителей. Это и одно и то же одновременно, но в то же время и усиление мысли, наверное, идет с каждым пунктом. И иногда нам надо понять, или все-таки означает одно и то же, или усиление идет. И в некоторых псалмах сложновато, и даже ученые, богословы спорят о том, или эти образы и слова усиливают предыдущую мысль, или они просто повторяют ее другими словами. Вот и нам надо изучать, заниматься, чтобы понять это лучше. Вот или есть такое интересное средство, используется в Библии, как окрастих, но это можно понять только в еврейском. Например, каждая последующая строка начинается со следующей буквы еврейского алфавита. Вы слышали об этом, Псалом 118. 22 согласных в еврейском алфавите, и 8 стихов, каждый из следующих 8 стихов начинается с очередной буквы еврейского алфавита. Например, первая буква алфавита еврейского Алиф, и 8 стихов начинается с буквы Алиф, вторая Бет, 8 Бет, Гемел, Далет и так далее. Это очень интересно в еврейском, когда смотришь на текст, даже если не понимаешь, видно одна и та же буква в начале стоит, потом другая буква в начале, третья и так далее. Гиперболы, например, отцеживающие комара, а блюдо поглощающие и так далее. Вот, ирония, вот, много-много других образов встречаются в Библии, которые требуют, ну, такого внимания и истолкования. Вот, кроме того, все это, вот, изучение этих текстов, изучение вот этих образов, ну, требует работы. Надо словарик какой-то взять, надо справочник просмотреть, чтобы истолковать правильно, что такое я есть дверь овцам. Или вы соль земли, может быть, вы уже проповедовали об этом, но, чтобы объяснить, что значит соль, и что Иисус Христос сказал. Или вы свет мира, что он хотел сказать через эти моменты. Или жанры в Библии очень важны, апокалиптика, апокалиптический жанр. Вот, как толковать откровение? Нельзя толковать все буквально, это образно, когда написано, что жена, сидящая на семи холмах. Кто-то толковал и говорил, или холмик слишком маленький, и жена, или жена слишком большая. Вот, что такое жена, сидящая на семи холмах? О городе это идет речь, или о женщине? Город. А откровение все наполнено образами. Вот, и когда мы начинаем буквально толковать откровение, мы часто попадаем в искушение. Вот, в откровение это образ, это картина, а мы берем эту деталь и пытаемся ее столковать. Это картина. Откровение показывает, что Бог победит в конце концов, что зло будет наказано. Вот, и оно показывает, что Бог руководит историей, и в конце концов Бог побеждает. Вот, и мы часто зацикливаемся на деталях, и не видим картины общей, не видим главного, что Бог хочет сказать нам через откровение. Или взять тот же жанр, как пророчество. Это тоже своего рода жанр. Вот, надо понимать пророчество, вот о чем они говорят. Иногда бывает пророчество, даже такое, которое говорит о чем-то немедленно исполнившемся, и о чем-то в будущем. Например, Моисей говорит, пророка воздвигнет Бог. Он имеет в виду, возможно, Иоанна, Иисуса Новина, который будет вслед за Моисеем. Мы понимаем, что речь идет еще о великом пророке с большой буквы, Христе, который придет. И вот надо понимать эти пророчества, что они значат. Послание, это тоже жанр. Письмо, это жанр. Люди писали друг другу письма. И надо подходить к ним как к письмам, а не как к богословскому трактату. Вот, хотя, может быть, послание к римлянам говорят, что это скорее богословский трактат. Но в последнее время даже о послании к римлянам, вот, многие богословы говорят, скорее всего, это письмо. Это больше не то, что как, не просто как трактат, апостол Павлович, я напишу трактат об оправдании верой. Он писал письмо. И надо понимать это как письмо. И толковать, и думать об этом. И тогда у нас будет другой подход, другое понимание этого текста. История. Вот если мы возьмем историю. Допустим, историю тоже надо знать, как толковать. История, это не то, что должно быть. История, это то, что было. Когда мы читаем деяния. Деяние не описывает то, что должна делать церковь. Деяние описывает то, что делала первая церковь. Иногда это хорошо, а иногда что-то было и плохим, даже в поведении апостола. Этого мы должны избегать, этому мы должны следовать. Но деяние это не запись того, что должно происходить, это запись того, что происходило в то время. А потом мы изучаем уже какие-то дидактические, поучительные отрывки, и мы применяем деяние, мы смотрим, что подтверждает, что полезно. Также мы берем ветхозаветные истории. Ветхозаветные истории не прямо учат, но косвенно. Они как бы иллюстрируют истину. И мы к ним подходим как к истории. Это история. То есть, так если подумать об этом хорошенько, то работа проповедника покажется, братья, не такой уж и простой. Это не просто пришел, открыл, сказал, а верно ли мы преподаем слово истины? Верно ли мы преподаем? Правильно ли мы говорим то, что Бог хочет от нас? Надо изучать. Не все становитесь учителями. Да. Больше осуждения. Поэтому надо изучать. Надо изучать, не обязательно то, что мы говорили, разные жанры. Просто вопросы задавать тексту. Разные вопросы задаем тексту. Кто является субъектом действия? Почему герои поступают так? Как Господь отца? Какая истина открывает характер Бога? Что надо исполнить? Что избегать? К чему стремиться? Какие принципы? И так далее. Задаем вопросы разные. Вопросы, вопросы, вопросы. Так называемые друзья текста. Есть какое-то сетворение. Кажется, Радья Киплин написала. Не помню точно, как оно звучит. Что есть у меня там друзья. Помните? Друзья, которые помогают мне жить. С которыми можно жить. Друзья. Мы читаем текст. Кто? О ком это говорится? Что он делает? Где? Когда? Как? А почему это происходит? И изучение текста может очень много нам дать. Когда начинаешь изучать текст, удивляешься, насколько большое благословение получаешь. Иногда достаточно позаниматься с текстами, уже готовая проповедь. Немножко посидеть, потратить время, и потом мы получаем большое благословение. Когда поставили эти вопросы перед текстом. Когда прочитали. Когда увидели, где мысль начинается, где заканчивается. Как мысль сменяет друг друга. Как меняется повествование во времени. Как меняется повествование в географическом плане. Как от одного героя переходит роль к другому, и так далее, в исторических, например, повествованиях, как она начинается и заканчивается. Например, в книге Бытие, скажем, отрывки, вот родословие того, идет отрывок, вот родословие того, и так раз 10 повторяется, вот родословие того, и мы читаем историю за историей, какие-то отрывки есть определенные. И потом, когда мы занимаемся, у нас готовые, ну это я немножко о притчах, думаю, мы не будем сейчас говорить. Вот, допустим, вот мне понравился один преподаватель у нас как-то преподавал Исход, книгу Исход, мне очень понравился, как он представил Моисея, борьба Моисея с Богом, это Исход 3-4 глава. Вот немножко позанимался с текстом, и получилась целая проповедь на тему, там, борьба в пяти раундах, буквально. И там действительно, если вникнуть, видно, как Господь говорит с Моисеем, как Моисей возражает, и как Господь опровергает его возражения. И вот готовая проповедь, 5 пунктов проповеди, вот, Господь призывает Моисея, а Моисей говорит, кто я, чтобы говорить? А Бог говорит, я буду с тобой, не важно, кто ты, важно, кто я, и я буду с тобою. Моисей говорит, у меня нет вести, что сказать мне им, когда я пойду? Я говорить не умею. Господь говорит, скажи им, что сущий послал меня, сила имени Моем, ты не от себя будешь говорить, а от Бога. Моисей говорит, они не поверят мне? А Бог говорит, это не важно, что в твоей руке, брось жезл, он стал змеем, помните? Он говорит, с тобой сила Господа, они не тебе не поверят, они имеют дело со мной, ты просто им передаешь мои слова. Но, Моисей говорит, у меня нет красноречия, я не речисто, я говорить не могу. А Бог говорит, я буду при твоих устах, я буду говорить, возможности Господа важнее. Ну и потом, пятый раунд, вот, когда Моисей уже был нокаутирован, Моисей говорит, пошли кого-нибудь другого. Уже все он исчерпал, Моисей все аргументы исчерпал, уже не знал, что еще сказать Господу, что не скажет, Господь отвечает. Вот даже говорить, все Господь сделает, ну, я не пойду. И тогда написано, возгорелся гнев Господен. Вот до тех пор не возгорелся, потому что все, что говорил раньше Моисей, это было нормально. Нормальное человеческое оправдание. Но в данном случае Моисей уже перешел границу какую-то. Написано, возгорелся гнев Господен. И вот целая проповедь о призыве, о том, как Господь призывает на служение. И как Господь призывает на служение не самых способных, потому что Господь дает слово и способность. И как Господь призывает не самых авторитетных может быть, потому что Господь дает авторитет, Господь дает силу, и авторитет и сила в Слове Божьем, и внимательное изучение текста просто готовую структуру для проповеди дает. Немножко посидели, вот готовая проповедь, готовая структура проповеди, или вот еще один пример я взял, 2 Фессалоницам 2, 13, 17, вот я сам как-то вот занялся этим текстом, посидел пару минут, оказывается готовая проповедь, просто над текстом посидел, там говорится о прошлом, что Бог сделал в прошлом, Бог избрал, и Бог призвал в прошлом, ко спасению, там через Евангелие, чтобы прославить во Христе, прошлое. Второе там написано в настоящем, в настоящем касается верующего, что мы должны делать, стоять в Евангелии и держаться предание, чему мы научены Словом Послании, и там говорится о будущем, что сделает Бог, утешит и утвердит. И вот фактически просто изучение текста внимательного, уже дает план проповеди, просто посидеть немного, поразмышлять, задать вопросы, когда это происходило, в прошлом, в настоящем, в будущем, кто делал это. И сразу же мы видим и получаем вот благословение текста, то есть, если мы занимаемся текстом, текст всегда нас благословляет, просто нам надо усердие побольше и занятие, и когда мы будем заниматься текстом, текст нас благословит. Единственное, о чем нам надо помнить, я хочу несколько моментов подчеркнуть, когда мы занимаемся с текстом, всегда, нам надо помнить, что первое, что библейский текст по своей природе богоцентричен. Что бы мы ни занимались, Бог – главное действующее лицо. Проповедь наша сконцентрирована на Боге. Кто главный герой книги Ионы? Бог. Бог. Кит. Иона. Бог. Бог посылает бурный ветер, Бог посылает большую рыбу, Бог посылает маленького червячка, Бог иссушает зноем траву. Все делает Бог. Бог – главное действующее лицо. Всегда нам надо помнить, когда мы проповедуем на основании Ветхого Завета, Нового, что Бог – главное лицо. Библейский текст богоцентричен. Основные принципы помнить. Второе, что нам надо помнить, что мы проповедуем спасение, добрую, благую весть. То есть библейский текст имеет исторически искупительную перспективу. Он говорит о спасении. Вся Библия написана для того, чтобы мы уверовали и имели жизнь вечную. Библия написана для того, чтобы привести человека к Богу, для того, чтобы примирить человека с Богом, показать ему путь спасения. Поэтому почти любую тему, какую бы мы ни взяли, мы всегда будем говорить о спасении, примирении через Иисуса Христа. Говорят об одном проповеднике, который всегда проповедовал о крещении. Какую бы тему ни взял, он всегда возвращался к крещению. И даже ему однажды поручили проповедь про Адама. Ну думали, ну что там о крещении скажешь? Адам, как Адам согрешил. И он тоже начал. Первый пункт там – Адам согрешил. Второй пункт – Адам спрятался от Бога. Третий пункт – нам нужно крещение. Все равно вставил. Но я думаю, это пример для нас, братья, что о чем бы мы ни проповедовали, мы всегда будем помнить вот об этой благодати, о спасении. Что есть люди, которые нуждаются в спасении. И мы всегда будем говорить о Боге, мы будем говорить о спасении, о чем бы мы ни проповедовали, и о благословении во спасении. Вот. И третье – чтение и проповедь Библии должны быть христоцентричными. Вот в центре – жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Всегда мы говорим об Иисусе Христе. Вот об этом проповедовали апостолы, о чем говорил Петр. «И так твердо знай, весь дом Израилю, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого и распяли». Филипп проповедовал о Христе, об Иисусе, что Он и Сын Божий. Павел проповедовал о Господе Иисусе Христе. И все апостолы, повредники, все говорили об Иисусе Христе. А и нам надо проповедовать о Христе. Ветхий Завет о чем повествует? Исследуйте Писание. Вы думаете, прежде через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Что такое Писание? Ветхий Завет. Писание – это все, что написано раньше. О чем написано? О Христе, оказывается. Какую книгу не возьми, Библия о Христе. Везде можно найти Христа. Вот поэтому всегда, когда мы толкуем, мы занимаемся, мы помним о том, что это о Христе. Христос – главный Георгий. Спасение, Библия говорит о спасении, о Боге и спасении через Иисуса Христа. Всегда мы помним об этом. Всегда мы приходим, в конце концов, к этой идее. Мне очень нравится текст, написанный об Иоанне Крестителе. Вот не знаю, если когда-нибудь, ну, как когда-нибудь, когда-нибудь, конечно, я уйду из этой жизни, если Господь замедлит или раньше, или если Господь раньше придет, раньше к Господу уйду. Но я не против, чтобы вот на моей могиле были написаны эти же слова, вот которые написаны были об Иоанне. Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие там уверовали в него. Я думаю, для проповедника, наверное, лучшего не скажешь. Эпитафия, итог жизни. Вот пусть вы не сотворили никакого чуда. Но важно, все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И дальше еще, хорошо, если еще вот эти слова будут написаны. И многие там уверовали в него, через Иоанна, благодаря Иоанну. Вот это хороший девиз, такое описание жизни, итог деятельности каждого проповедника. Проповедника, который верно преподает слово истины. Все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. Вот и пусть Бог благословит вас проповедовать верно слово Божие, чтобы мы были верно преподающими слово истины. Хорошо, братья, значит, сегодня мы прошли такой, сделали общий обзор введения проповеди. Я хочу напомнить, что мы введение, важность проповеди, поговорили о важности. Мы поговорили об истории проповеди и напомнили себе примеры известных проповедников, что нам будет очень полезным. Завтра мы будем уже работать над составлением плана проповеди. Вот у нас такой процесс, мы говорили о выборе текста, мы текст выбрали. Мы говорили о работе с текстом, это вообще отдельный курс, над этим надо намного больше работать. У вас была уже гереминевтика, некоторые из вас проходили, вы знаете, работа с текстом, работа с текстом. Потом начинается процесс вынашивания, вы начинаете думать об этом, высиживание. Я бы так сравниваю, когда курса высиживает, мы высиживаем проповедь, инкубационный период, он может занимать неделю, две, три. Вы думаете над этим, вы вынашиваете, вы ходите, вы делаете пометки, вы переходите улицу и думаете об этом. Работаете, думаете, когда есть возможность об этом. Вы записываете мысли какие-то, на собрании сидите, тоже что-то вспомнили, записали. Потом вы просматриваете комментарии, справочники, словари, записываете что-то. То есть идет такой большой длительный процесс работы. И потом, когда вы все над этим поработали, и кувшин ваших мыслей показывает дно, так сказать, вы уже ничего не можете приобрести, тогда вы садитесь за стол и начинаете работать уже конкретно над вашим конспектом проповеди. И вот об этом мы будем говорить. То есть вы формулируете тему, вы определяете главные пункты, вы распределяете материал, вы работаете над самой частью проповеди, введение, заключение и так далее. И вот я хочу обратить особое внимание завтра на организацию материала, на то, когда вы сели, как вам организовать материал проповеди, чтобы материал бы расположен ясно, четко и последовательно. Если ваша проповедь будет ясной на бумаге, в плане она будет ясной людям, которые будут вас слушать. Вот на это мы обратим особое внимание.